всем привет друзья мои вот думал думал сегодня записать вам ролик не записать решил записать не всегда у меня порядок бывает да я тоже человек смотрите смотрите что творится я короче убрал мой огород кроме одного помидора сейчас покажу и вот теперь мою горшки здесь короче у меня открыто все суме это чистится у меня покажу открою как закончен чистится посмотрим результат вот сквознячок у меня висит белье еще с работы с последней смены еще не высушил до конца ну и тут короче не знаю цветы убирать не убирать еще рано вроде помидор еще цветет один поэт но не цветет а помидорки то поэтому я его оставил друзья мои хочу показать помидорчик это потом скажите что что там он еще там еще 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 красные то я сегодня съем их приеду с работы поздно здесь тоже здесь очень много было на этих очень много я их ем постоянно здесь тоже очень много было их тоже ем это желтый тут ничего не выросла ну я потом покажу вот и я такой пятница время 1 часов меня уже во вторую смену на работу то что я полетел полетел давайте это балконные помидоры можно принципе в дом занести если че дождик пошел вот сейчас вот курить начал стресс стресс знаете друзья мои порой бывают такие вот хоть не говорил не будем возвращаться комментариям порой бывают такие комментарии вроде они не вроде они безобидные но давайте договоримся не будем трогать мою семью не будем трогать ирину не будем трогать детей никого да я не хочу чтоб она злилась там или еще что-то я вам еще раз говорю то что мы не вместе виноваты оба один больше один меньше это я не считаю кто больше кто меньше всегда в отношениях виноваты оба поэтому не трогайте ее пожалуйста не заикайтесь даже про нее да я вас пожалуйста прошу чтобы мне не удалять комментарии не нервничать и вы просто мне больно делаете да вот и все так что давайте на этом эту тему закроем и не будем если нужно будет я вам сам расскажу покажу что-то а так для чего не надо уже я давно живу один и как бы эта тема давно закрыта уже да я пытаюсь что-то сделать как-то там восстановить отношения своими комментариями вы только просто все портите да вот не нужно никого обвинять не нужно понимаете это наша семья это наша семейная жизнь и я как есть так есть как то так и так что у меня с работы ветер на улице сильно что у меня с работы и так я от ляки пошел на майор гус работать вот три смены кстати мне писали в комментариях хоть узнаешь что такое три смены друзья мои да я работал за свою жизнь германии три смены и две смены и одну смену и по 18 часов бывало даже работал так что я прекрасно знаю понимаю что такое ночная смена я много лет работал в ночную смену давно уже правда сейчас конечно это тяжелее работать не тяжелее работать классно оба спать потом возраст дает о себе знать и после ночной смены вот в ту неделю была последняя ночная смена и я просто не могу спать вот поэтому делается вторая смена после ночной ну так как я все договор закончен с ними вот я все равно не могу спать вроде еду ложусь там в час там около двух спать а все равно пока я дома значит этот ролик выйдет сразу сейчас как я его запишу вот а потом там еще один есть ролики его выпущу как в германии чистят канализации если у вас забьются стояки или что такое будет очень интересно вот но и не только там и готовка будет все будет ну так вот значит спать плохо да и перестраивается организм все-таки уже не молодой да и организм тяжело перестраивается ну ладно это бокс значит договор мой закончили там было несколько версий договора у нас все это в телефоне об такой езда там оказывается 25 года я мог работать хотя я сам не понимаю почему от ляйки можно только шесть месяцев вот я проработал ну почти почти три минут июль август сентябрь до почти три месяца зарплата приятно меня удивила лайка платит мне хорошо вот единственное плохо что деньги приходят аж 20 числа следующего месяца я никак не могу в эту колею войти потому что там было время когда я не получал вообще ничего то есть арбайзам заплатил копейки вперед а потом аж я через полтора месяца больше чем полтора месяца получил первую зарплату вот как-то так теперь насчет того что несколько версий было значит они вообще писали до 9 октября еще неделю я должен по идее был работать потом почему-то это сделали обкюрцевали то есть обрезали грунт ну как это причину я не знаю но мне он мастер сказал что типа да ты работаешь хорошо бля-бля-бля но на заводе типа ты должен в одиночку вроде бы как работать знать все машины я говорю я здесь два месяца беру там с небольшим как я могу знать все что ломалось я знаю все что там остальное я с напарником он не объясняет и я все это запоминаю изучаю новый следствие придет 6 месяцев ему надо минимум что все выучено короче мои коллеги тоже в непонятке вообще там была одна ситуация что как бы не буду называть имен там ничего один человек остался в две смены вот просто его смена закончилась и он начал продолжать смену другую то есть фактически он отработал 16 часов это в германии строго запрещено и на второй день он опять остался ну и у кое-как домой вытолкали он хватает сварку бежит варит он хватает ключи бежит делать зачем наша смена а мы стоим смотрим на него ну может быть на меня это спихнули я не знаю правды и спихнули как типа я ничего не знаю ничего не умею ну я последний день кстати смеялся мы там меняли цилиндр с напарником я его полностью сам заменил все отрегулировал все сделала смеюсь говорю но я же продавец говорит что я ж ничего не знаю вот ну а немцы они такие люди они не пойдут никогда к мастеру там сказать или к шефу и сказать вы что делаете зачем человеку да они не пойдут никогда поэтому как-то так теперь значит ли фирма мне сказала понедельник отдыхает сегодня у нас выходной значит вторник по всей германии объединение германии праздник завтра но я звонил в ляй фирма завтра они мне сказали только позвонить мне ничего не нашли а так как часы у меня снимали значит 27 по моему и 37 часов сняли короче как я понял я неделю могу сидеть дома мне будут оплачивать а там не знаю ну дай бог на другой фирме где-то поработаю может быть конечно жалко я хотел тут остаться но там тяжеловато жарко постоянная жара все таки это чугун льют даже если линия остановленная там все равно жарко на 10 этаж если поднимешься я все это на стримах рассказывал так что смотрите стримы до стримы каждые две недели если нету стрима значение когда значит лишь недели я не делаю опять так же ну как положено через каждые две недели стримы вот приходите задавайте вопросы буду отвечать так что как-то так вот друзья мои ну а теперь дальше будем убираться надо 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 сейчас надо помыть весь балкон эти я через неделю только наверно может через две уберу мой помидор как раз они сейчас тут уберу все помою разберусь сегодня у меня день уборки совсем забыл мне предлагает работу на выезды слесарем работать то есть четыре дня ты в командировке да что ты я маленько приболел чуть-чуть четыре дня в командировке и пятницу на месте и суббота с сегодня выходной зарплаты там обалденная просто очень хорошо платит ну я пока думаю так как пока не хочу да пока не хочу отсутствовать по четыре дня дома до посмотрим ну все время в командировках конечно там будет нормально все но пока не хочу посмотрим поживем увидим а ну вот так что открыл как почистилась моя печка ну вот это нужно будет забрызгивать здесь тоже мыть руками так а так принципе почистилась потирать ее теперь и только края да надо будет мыть но она сейчас остынет градусов 60 и потом забрызгать потому что брызгалка работает только от 60 градусов но и тут остынет вытаскивать надо или наоборот я вытащу все потом забрызгаю а потом уже почищу как то так вот так что пускай она сейчас остывает вот еще одно дело сделал почти почти все ручками поработать не будет готова ну что друзья мои посмотрим чистенький чистенький ну на водичка будет сполоснуть ну вот внутри она чистенькая вот она пепел убрать протереть но сейчас сперва я забрызгал вот это все и все будет по феншую по феншую она забрызгивается новость она забрызгивается я уже делал так сверху нет сверху чисто вот таким макаром закрывается и включается на 60 градусов примерно 50 100 вот так где то вот и все сейчас она нагреется и потом я ее вы мою я вот захотел кушать и дали кое сало просто обалденно я сегодня еще ничего не готовил вчера ходил за грибами всем здрасте друге моей подруги забрел я в лес забрел в лес вот и иду собирать грибы говорят есть грибы есть вот пошел на разведку свой лес это мой частный лес я его купил специальные грибы собирать вот вот ягодки смотрите это знаю юрга не юрга есть не буду а то поехали как покурил потом вот да я думаю найду дожди были солнышко есть все должно быть вперед за родину на охоту на тихую короче вот грибы а больше ничего не вижу вот сегодня больше ничего что-то я не вижу пустой лес хотя это грибной лес сто процентов я собирал в прошлом году здесь а до его есть один он уже старенький наверное но он первый да он старый и червивый но он есть но он есть самое главное что первый я нашел наш будем искать еще найдем забрал немного грибов так что все силы будут вечером картошку с грибами пожарю будет очень вкусно грибов в этом году немного не знаю ну в нашем лесу мало в первую волну я ходил 5 или 6 штук нашел всего с яйцами пожарил а потом не было вчера пошел душу успокоить ну нашел немного на две жарюки хватит так что как-то так как поем скорее всего она сейчас уже быстро нагреется придется и уже мы до балкона потом хотя на балконе тоже важно чем быстрее тем лучше и туда и сюда но раз так затеял надо делать даже кофе не успел выпить смотреть друзья результат на лицо да смотрите даже не давлю ну не все какие-то тут пятнышки надо почистить оба смотрите не показала но вы видели как там было грязно да а раньше вот раньше да раз и все классно что делал раньше раньше брал этот баллон брызгал давал постоять и потом скоблил скоблилском это была катастрофа а потом все таки я же додумался инструкцию прочитать прочитал инструкцию вот и красота да раз и чистенько вот как то так как то так друзья мои всегда надо читать инструкцию вот еще друзья мои теперь мне надо чтоб она остыла промою воду ее чистой просто водичкой чистенько промыть и все красота но тут в уголке чуть-чуть просто некогда скоблить нельзя да чтоб не покорябать но я еще попробую начало что потерять она отойдет опять пошел дождь ё-моё мне тут помыть быстренько я быстро не убираюсь я долго себя убираюсь ну вот теперь на там все вымыть не все расставить и все будет готова пошел сильный дождь и он чё у меня все мокро здесь и я так и не домыл а я щас одену тапки и домою я же вредный я вредный до ужаса там вот помыл а тут что нет ну расставочки надену и помою надо до убираться уже до конца здесь чтобы забыть и все он правда через пару недель цветы убирать все равно придется убираться так что ну это не считается надо сегодня сделать до конца тут там уже легче потом будет и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, друзья мои, что-то даже видно стало, да, там? Хе-хе-хе. Что-то даже видно стало. Кстати, специальная тряпочка вообще никогда не оставляет разводив. Никогда. Это я специально покупал, у меня их две или три. В машине, дома, по-моему, две. В том я кому-то, по-моему, подарил уже, парочку, не помню. Выписывал, очень дорогие, но зато стоят своих денег и не оставляют вообще разводив. Вообще нету разводив никаких. Хоть ты как, вытирай, никаких разводив. Ну, конечно, если грязное стекло будешь мазать, базарование, то это побито там, да? Ну, вот. Сейчас еще на гриль надо решетку помыть. Я вчера шашлык жарил. Сейчас помоем сразу на место. И все, и балкон готов. Время пять часов, да? Да, время почти пять. А мне еще всю квартиру убирать. Ну, такая жесть, что сделаешь. Ну, все-то я вам показывать не буду. Короче, друзья, мое время. Восемь часов. Я еще не все. Блин, я замочился ванну мыть. Короче, унитазик алик был. Я его еле там очистил. Это просто жесть. Ну, вот осталось полы. Тут, тут, там, и все. А, вот тут еще. А так, если я уже все убрал. Все чисто, все помыто. Все убрано. Вот как-то так. Ну, потом покажу. Вот меня в этом году... Ах, это комар. Ой, и не убил. И не убил. Собака. Убил. Да что ты, бушнязь. Убил комара, наконец-то. Он мне сегодня ночью спать не давал. У меня в этом году очень много моли. Я открываю окошки на ночь. Залетает моль какая-то вот эта вот. Это меня достало уже конкретно. Так, ладно, друзья. Я дальше продолжаю мыть, потому что время 9 часа. Но это я еще рано заканчиваю. Обычно я так где-нибудь 12, в первом. Мне еще надо мусор вынести. Мне еще надо в подвал кое-чего вынести. Так что вот так вот день-то мой и проходит. То-то надо, то-то надо делать, то-то надо. Мне себе говорят, у тебя время-то целая куча. Да где оно время-то? Вот как-то так вот. Ну что, друзья. 9 часов, наверное, 10 апреля уже. Да, 13 минут 10. Я закончил, помылся. Вот, подиколонился. Пахнет, нет? Сейчас будем жирить картошку с грибами. Картошку я уже почистил, нарезал уже. Потому что мусор выносил. И сразу, чтобы мусор надо было вынести в моем государстве. Порядок. Полнейший причем. Все убрано. Все сделано. Все видите? Как-то так. Так вот дядька живет. Все как надо. На балкончике тоже порядок. Все везде убрал, помыл. Ну, я не так часто мою полы. Потому что кому меня сорить? Ну, все равно, да. Все со стола тут сгреб. А то я вечно так наложу. Тут целую гору всего у меня. Все, что под руками. Все мне надо, да. Вот. За орхидеей спрашивал тогда, что это за белый налет. Мне говорят, это опыление. Они что ли притягивают. Короче, опыление. Вот они сладкие. Их видно. Такой. Не знаю, на камеру видно, не видно. Выступают они такие. А это прям белый лист какой-то. Не знаю. То ли она заболела. И главное, вверху тоже, да. То ли она болеет. Не знаю. Я завтра подкормлю их. Сегодня уже не буду. Подкормлю завтра. И посмотрим, что там будет. Вот. Короче. Везде отнов помыл. Все. У меня еще белье стирается. У меня еще стирается белье. Я еще закинул стирку. Так что у меня еще не все. У меня еще не все. У меня еще стирается машинка. Еще 28 минут. Она будет стираться. Там одеяльца. Вот я такой. Здрасте. Там одеяльца, короче, закинул. Тряпочки свои, да. Полотенце забросил. Ну, как-то так. Порядок в наших войсках. Идем. Идем мы. Идем мы. Жарить картофанчик. Картофанчик. Друзья, мои грибочки обязательно моем. Обязательно моем грибочки. Свежак, служак. Вчера только наловил, промоем. Тут у меня белые, боровики и подберезовики. Короче, закипят. Сейчас пену соберу. Вот. И еще минут 10 поварю. Картошка не должна быть мокрая. Она должна быть сухая. И, по идее, надо сало на сковородочку. Но я не хочу на сале, что-то я устал сильно. Заморачиваться не буду. О, о, о. Чуть не упустил грибы свои. Снимаю пену, друзья. Потом покажу. Пену снял. Чуть-чуть. Ах, 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 горячая. Ах, 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 горячая. Чуть-чуть поварил. Промываю маленько опять. И обратно в кастрюшку. И вот теперь 10 минут варим. Короче, картошку на большом огне обжариваю со всех сторон. Без крышки, без соли, без всего. Картошечка почти готова. Видите, как она обжарилась? Теперь загоняем бочок. И теперь солим. И накрываем крышечкой. И все жарим потихонечку. Убавим. И будет очень вкусно. Ну вот и все, друзья мои. Картошечка готова. Как-то так. Вкуснотища будет обалденная. Просто обалденная будет вкуснотища. Будет просто обалденная. Так что соль, перец по вкусу. Кто хочет себе. У меня еще есть салат. Я в магазине покупал. Но я что-то не хочу. Мне как раз вот хватит грибочков с картошечкой. Так что как-то так, друзья, получилось у меня. Мой ужин получился. Так что я иду кушать. Мне приятного аппетита. Может огурчик, помидорку нарежу. Кто садится кушать, тоже приятного аппетита. Ну вот как-то так все прошел мой сегодняшний день. Все. Давайте. Всем пока. Всем желаю добра, счастья, любви, удачи. Берегите своих половинок. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok